Нет сговору. В департаменте по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей провели встречу с производителями, оптовыми и розничными продавцами. В канун декабрьских праздников предприниматели просят не поднимать необоснованно цены на продукты питания. Кристина Горбаченко узнала, что грозит за нарушение закона. В декабре у казахстанцев 13 выходных и праздничных дней, которые сменит новогодний марафон. Для предпринимателей это самое хлебное время. Они получают хороший доход от продажи продуктов питания и алкоголя. Но не всегда это делают законно. Антимонопольщики пригласили на встречу 34 представителей бизнеса, чтобы напомнить об ответственности за спекуляцию и ценовой сговор. За согласованные действия, за злоупотребление доминирующим положением, недобросовестной конкуренции предусмотрены штрафы у нас. Немаленькие штрафы, например, за сговор в зависимости от типа предпринимательства от 3 до 5% от дохода, полученного в результате осуществления этой деятельности с конфискацией монопольного дохода. Основанием для начала расследования является поступление в антимонопольные органы обращения физических и юридических лиц, государственных органов, СМИ. С начала года в регионе подорожали мука, хлеб, сахар, гречка, рис, яйцо, окорочка, масло подсолнечное и молоко. Два обращения по факту необоснованного роста цен на яйцо и сахар в антимонопольном ведомстве не подтвердили. Представители областного управления, предпринимательства и туризма рассказали, как держат цены на социально значимые товары. Еженедельно на рынках города Петропавловск проводятся сельскохозяйственные ярмарки с участием восьми районов, на которых товаропроизводители реализуют свою продукцию без посредников. Ассортимент сельхозпродукций составляет более 20 видов. Цены на ярмарках ниже рыночных в среднем на 20-30%. В регионе действует стабилизационный фонд продовольственных товаров. В 2017 году закуплено 800 тонн картофеля, 100 тонн моркови, 100 тонн лука репчатого, 100 тонн капусты. В этом году специалисты департамента завершили шесть расследований по факту антиконкурентных действий со стороны госорганов. Сумма штрафов составила 11 миллионов тенге. Кристина Горбаченко, Владимир Боровков, Новости МТРК.